Мультяшки-познавашки. Сказки на каждый вечер. Сейчас я вам прочитаю сказку про маленького ослика. Сказка называется «Заветная мечта». Жил-был на свете маленький ослик. Он всегда о чём-нибудь мечтал. Как-то у него целую неделю была заветная мечта. Он хотел кого-нибудь спасти. В сказках, которые бабушка читала ослику перед сном, Всегда кто-нибудь кого-нибудь спасал. Получалось, что на свете полным-полно спасателей, И все их любят, ценят и благодарят. А я вот ещё ни разу в жизни никого не спас, С грустью думал маленький ослик. Он совсем потерял покой, сон и аппетит. Разве можно спокойно есть, Когда кто-то наверняка попал в беду И зовёт на помощь. Однажды в дождливый день Ослик увидел лягушонка, Который тонул в огромной луже И квакал, квакал, квакал без конца. «Уужайся!» Закричал маленький ослик. «Я спасу тебя!» Он вытащил лягушонка из лужи И хотел сделать ему искусственное дыхание. Но лягушонок закричал. «Перестань! Мне щекотно! Не смей меня спасать! Нет ничего лучше дождя и луж!» И лягушонок вернулся в лужу, Закрыв глаза, И принялся квакать, квакать, квакать без конца. У дедушки-ослика тоже была заветная мечта. С давних пор он мечтал поймать кита Или хоть какую-нибудь рыбу. А ослик тем временем увидел ящерку. Она неподвижно лежала на раскаленном камне. «Солнечный удар!» Крикнул ослик. «Сейчас я вас спасу от зноя!» Он зачерпнул панамкой воду из ручья И вылил ее на ящерку. «Как тебе не стыдно?» Сказала ящерка. «Нет ничего на свете лучше зноя!» И она вернулась на раскаленный камень. А потом маленький ослик встретил индюка. Вот кто явно погибал. Он весь раздулся, посинел И должен был вот-вот лопнуть. «Я спасу вас! Спасу!» Закричал маленький ослик. «Вы не лопните! Не лопните!» «Разумеется, не лопну!» Гневно ответил индюк. И еще больше раздулся. «Грубиян! Что за воспитание?» И вот настал день, Когда сбылась мечта дедушки. Он поймал не то чтобы кита, Но большую красивую рыбу. Дедушка нес рыбу домой и думал, Сейчас приглашу всех друзей на уху. Когда маленький ослик подошел к ведру, Он увидел рыбу. «Это дедушка вас поймал?» «Нет, это я поймала дедушку», Ответила рыба. «Обожаю ослиную ловлю! У нас дедушек пруд-пруди, И всех их я поймала. Но ты не грусти!» «Сейчас дедушка попрощается с друзьями, Вернется, Вы дадите ему купальную шапочку, Резиновые сапоги, И я поведу его в пруд. Ему там не будет скучно, Там дедушек полным-полно. И шашки, и шахматы, И разные музыкальные инструменты». Маленький ослик с ужасом представил себе, Как его дедушка сидит на дне пруда, Грустно играет на арфе, И поет печальный романс о том, Что он никогда больше не вернется домой, И никогда не увидит внука. «Надо спасать дедушку», Подумал маленький ослик, И выпустил рыбу в пруд. «Вы тут дедушку и подождете, Он придет, Обязательно придет, И не один, А с друзьями, Только что вы непременно с друзьями», Сказала рыба. «Дедушка, дедушка!» Закричал маленький ослик, Подбегая к дому. «Моя мечта сбылась! Я тебя спас! Я выпустил в пруд Эту ужасную рыбу, Которая тебя поймала!» Когда дедушка объяснил внуку, Что рыба попросту перехитрила его, Маленький ослик с грустью спросил, «Значит, моя мечта не сбылась, И я никого не спас!» «Отчего же твоя мечта сбылась?» Ответил дедушка. «Ты ведь спас рыбу!» Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok